Ольга, а давайте сначала объявим войну Российской Федерации. Тут я скажу, что она не оглушена. Потому что мы как-то воюем с теми, кто на эту войну не явился. Доказать присутствие регулярных, как нам постоянно рассказывают войск, невозможно. И до сих пор нет никаких доказательств. А вот доказательства того, что собственные вооруженные силы, от имени которых Хамчак что-то сказал, вооруженные обстрелы, доказательства, к сожалению, есть. 26 мая Донецк, 2 июня Луганск, Кондрашовка, Счастье, еще можно с десяток населенных пунктов назвать, которые подвергались в 2014 году обстрелу с воздуха нашими вооруженными силами, которые до сих пор используют на Востоке оружие, да, танки, пушки, артиллерию по полной программе. У нас что, какие-то особенные снаряды, которые вот очень точно летят и знают, куда они попадут и где они на поражение сработали. Понимаете, в чем дело? То есть у нас на самом деле дают вот подобные комментарии люди, у которых руки по локоть в крови. Потому что армия использовалась против собственного народа, что запрещено, ну, практически любым нормальным, вразумительным государством. У нас до сих пор армия там, на Востоке, воюет. У нас АТО вроде бы как объявили, да, в самом начале. Теперь это объединенная там какая-то операция объединенных сил, да, и так далее. А армия тут при чем? Это же прямое нарушение вообще присяги любым военным, которые там сейчас находятся. Вы понимаете, что из нашей украинской армии сделали преступницу любой, кто сейчас носит погоны по сути своей, по морали и по закону. Еще раз, по морали и по закону. Еще раз, по морали и по закону. Это преступники в нашей стране.